Здравствуйте! Наступило новое деревенское утро с облачностью, кусочком голубого неба и, возможно, даже солнышком. Вчерашний дождь еле покапал, но так минут пять нормально палил. Земля всё-таки осталась сухой, в лесу делать нечего. И сегодня поутру встретила я Нику, гулявшую с кубиком, выяснилось, что не собираются с Тёмой ехать в Вязьму. Да, вчера из Москвы вернулись, сегодня в тот город отправляются легки на подъём, но это означает, что продолжение с потолком в Машкиной комнате пока ничего не предвидится. А ей позарез надо отправить из города свои посылочки, потому что дорогоценности оказались востребованы. Ну что ж, мне тоже ищем заняться. Роська в избушке после своей лепки выберется ещё не скоро, он ещё, кстати, и не проснулся. А я одела дэрэскот, необходимый для покоса, и намерена им заняться. Да, конечно, не как в июне растёт травка, тогда вообще с бешеной скоростью. Но по-любому участок надо приводить в порядок. А что будет дальше, покажет сегодняшний день, увидим. Стабильные два часа интенсивной работы, и мой участок стал относительно проходимым. Ну вот, скошена трава, теперь можно по утрам даже при сильной росе передвигаться в тапочках на босу ногу и созерцать свои насаждения. Весь берег пруда я засадила цветами, поэтому здесь косить уже приходится гораздо меньше. Ну а что до остальных, это расплетение моих каменных дорожек. Тут только что такое весик, кто тебя испугал? Лягушка. Всё, будем брать. Ты сейчас нырнёшь за ней. Нет, ну как же, такую забаву упустить. Да ладно, оставь-то её в покое. Нет, Лесина не бонифасов. Она к лягушкам неравнодушна. И слава богу, ни одна из них сегодня не попала под леску. Да, сейчас надо начать заниматься чем-то другим, поскольку Ростислав Геннадьевич чертовски занят. После отъезда мамы Маши в Москву, в Москву, не дай бог, в Пязьму с ребятами, где у неё куча дел, он самостоятельно позавтракал, умылся и плотно засел. Я-то полагал, что опять продолжит лепить, но нет, он начал писать акварелью. Я заходила к нему в комнату пару раз, и мне ужасно интересно посмотреть, что же выйдет из-под его шкодливых ручонок. Ну, а что выйдет из-под моих, я, пожалуй, могу предположить. Это продолжение сбора смородины. Тем более, что солнышко опять начинает скрываться за облаками, а в такую погоду, да ещё в прекрасном ветерке, что покос, что сбор ягод на солнце, достаточно приятное занятие. Закончила сбор смородины, зашла Роську проведать в его комнату, и пришла к выводу, что внука потеряла. Оказалось, что это сорванец. Закончил с рисованием и переместился в мою комнату. Сашёк, Света снова лепит. Чё ты налепил? Ну-ка, рассказывай. А чё телефон? Телефон. Вдохновение ищешь? На страницах интернета? Или ты про Сатурн смотрел? Да вот. Юпитер. Это что такое? Дядя рассказал. Убирай, дядю. Давай лучше на монстров посмотрим. Так. Ну, это ты мой подарок выключила. Это подарок, который ты мне делал, ты его до сих пор переделываешь? Нет. Вообще-то он меня и так вполне устроивает. Я его не переделываю. Хм. Глазик. И вот ещё. Ох, нет. Ну, это что-то сложно навороченное. А что у него на груди? Э? Это типа пульта? Нет. Это не пульта. А что? Это колонка. И это тоже колонки. А почему пропеллеры на руках? Это на колонках такие, они затающие. А чё ты таким странным голосом говоришь? Ничего. А это что? Это мой самый любимый персонаж. Кто такой? Представьте. Генерал Ванючка. Ванючка? Ага. Слушай, какой-то у тебя странный любимиц. У вас что, вообще занятие поинтересно? Он взлетает вот так. И портит воздух выхлопными газами. Нет. Он просто взлетает, и у него из вот этого, из нарядов огонь. Это потому что у нас... Турбина всё-таки. Ну, это... Сопла, ракеты. А чё дальше будешь делать? Ничего. Всего. Это ты извёл весь свой пластилин, который привозил? Ага. Молодец. Так, а Бонифаций, как всегда, охраняет копорский чай. Она подняла голову, среагировала. И вновь застыл в томной позе. Слушай, а я знаешь, что хотела сделать? Мне нужен сверобой. Я хочу посмотреть, не поспел ли он, не распустился ли в поле. Но, учитывая, что Ника не так давно бегала вместе с кубиком Атос, а мне идти как раз по той же дороге, я, пожалуй, дождусь, когда мама Маши приедет, оставлю тебя с ней и всё-таки схожу на разведку. Потому что иначе я по этой дороге не за грибами в лес, ни в поле за травами не попаду. Вот надо будет сориентироваться на эту тему. Всё-таки надо посмотреть, что там и как. Надеюсь, мои собаки будут более благоразумны, чем любознательный кубик. Ну, ладно, давай дождёмся, пока мама приедет, а там будем варьировать. Фацик проследовал на улице за мной. И наутомила его лекция, которую Розька слушала по видеотелефону, про планеты Солнечной системы. Он пытался поразить меня информацией насчёт того, какая из них самая большая бабушка. Даже бабушка вспомнила, что это Юпитер. На втором месте, кажется, Сатурн. Ну, естественно, поделилась с ним информацией из книги Ефремова Фаэты про планету Фаэдон, и мы дружно отбыли на улицу. Да, позагорать на песочке. Очередной сеанс массажа. Боня, все 33 в удовольствие. Какая же у тебя замечательная компания. Нет. Кубик с морошкой в подобных ситуациях я ещё ни разу не наблюдала. Хорошенького понемножку. Ушёл в кусты подумать о смысле жизни. Один хвост болтается. Ну, а ты его как будто с места согнала, чтобы самой хорошенько расположиться. Отвлекают, мешают. Ну, а Бонифаций растворился в зелёной биомассе. Ладно, пойду кулёрную бутылку отмывать. Надо, Бонечка, винца на зиму поставить. Смородиновая. Давно собиралась. Всё-таки решил ещё немножко позабавляться с бедной собакой. Бонифаций, ну, всё-таки ты само не постоянство. Что, Виська, презрел твоё общество? Кошмар. А ветерок-то разыгрался. Как там в поле будет интересно, если я вообще туда дойду. Неизвестно, когда ещё ребята вернутся из Вязьмы. А мне, помимо того, что поставить бутылочку венца, надо ещё и позаниматься с древесиной. Да, ветерок нешуточный. Что-то он ещё сегодня пригонит. Какие тучи или облака. А может быть, интересные события. О, нифига нет. Нифига нет. Свету нет. Ну, ты знаешь, деревня-то в порядке вещей. Эх, а я хотела тоже послушать под аудиокнигу в процессе давления смородины на венцо. Но не судьба. Будем слушать ветер. Зато для тебя это великолепный повод одеть что-нибудь более плотненькое, чем эта футболка, и пойти прогуляться на улицу. Или ты будешь в тишине продолжать без света. Да не мало. Нет, лепить здесь темновато, конечно. А у тебя в комнате тем более. Это всё потому, что у нас шикарная липа за окнами. Так. Скорее всего, опять что-то с трансформатором предпринимают. Хотя Бог его знает. Ладно. Выметается на улицу. Погода неплохая. Только ветерок сильный, поэтому давай-ка оденеться потеплее немножко. Странным образом электричество включили достаточно скоро, и Росян вновь отправился в избушку. Мы всего где-то час провозились на улице. Он болтает со мной, а я мучными движениями рук массажиста разминая чёрную смородину. Теперь ей предстоит переместиться в кулерную бутылку, ну а затем досыплю сахарку. Если останется местечко, подалью немножко водички. Возьму резиновую перчатку, замотаю всё это скотчем и поставлю на длительное хранение. Минимум месяца три нужно для того, чтобы волшебный напиток состоялся. Но потом холодные зимние вечера около печки, на ночь глядя. Не столько выпивая, сколько обоняя великолепный напиток, можно будет приятно проводить время в обществе Бонифаса и своих собак. Да, ради этого стоит потрудиться. А потому буду начинать всё это перекладывать в ёмкость, которую мне удалось разыскать у себя в сарае. Процесс приготовления ароматного напитка завершился синхронно с возвращением мамы Марии, которая нахватала вязьмец огромную кучу всевозможных нужных вещей, причём прихватила ещё и скобочки для степлера. Что будет для нас весьма актуально. Поскольку ремонтом всё-таки надо заниматься, ну, может быть, завтра, теперь уже может быть, бог его знает, будет и свободен Артём, которого мы хотели попросить снять плафон. Ну, а сейчас ей-богу, дома засидела, создана моя вахта, ребёнок при маме, а я собираюсь отправляться в поля с корзинкой для того, чтобы посмотреть, если там зверобой. Во всяком случае, мне бы очень хотелось посмотреть, где же всё-таки располагается оное осиное гнездо и быть более аккуратной, когда впредь отправлюсь в направление леса, про которому я так скучаю. Впрочем, надо обязательно одеть кроссовки. Мало ли, придётся удирать. Ну, бережённого убережёт. Во всяком случае, отправляться в шлёпанцах в поле по нашим ухабам и колдобинам это неумно. Вышла с корзинкой за калитку, кари исследует свежевыкошенную парковку, а Веська залегла на дорожку. Да, ветерок хорош, интересно, что в поле будет твориться. Но мне позарез нужны травки, раз уж я начала заготавливать их на чай. Тут ещё листник, это уж точно, а зверобой если уже действительно раскрылся. Господи, как же я давно не была ни в поле, ни в лесу. А завтра опять предстоит ремонт, надо всё-таки заканчивать. Поэтому отправимся, несмотря на то, что время уже далеко за полдень. Дороги решила завернуть саминный тулов, оставив корзинку около калитки. Всё-таки надо на тонике выточнить. А где же эти самолосы располагаются? Какая картинка. Хорошо им там тенёчки на крылечке. Ничего себе! Так он шариками стреляет? Да, классно. Это то, что тебе прислали с Урала? Да. Да. Уральский маузер. Ну, не пельмени, это точно. Ладно, хвали. Карликовая малинка. С карликовыми ягодками? Нет, ягодки не карликовые, как у ремонта. А это с жёлтими листьями карликовая малинка. Ой, надо фиалку. Посмотри, фиалка с такими листьями. Ничего себе! У меня поливая растёт громадным кустом, и уже третий год не цветёт. Я бы ради одних листьев в такое посадила. На рынке. Клематич такой? Да, взяла, вот, видишь, малышки. И розу плетистую. Какой цвет, слушай. Да, офигенний. Красота! Ещё эти прожилки на задней стороне. травушки, то есть осоки, травушки с вестими вот такими разноцветными. Это газольчиком растёт, раскладывается. А это не цветёт? Нет, это осок вообще вроде как. Ничего себе! здорово. Не, ну какие-то цветоносы травные они должны выдавать. Душится, вот она на солнце жёлтая будет. Читок вот такой жёлтенький. Я всё время к тебе прихожу, когда ты про эти жёлтые расскажешь, вспоминаю тайны третьей планеты. Давайте его стукну, он станет фиолетовым. А вот смотри, это вот букет. Дербенник. Это будет с розовыми цветочками, а это вот они невысокие. Ну вот такие же у нас в болоте растут. В болоте другие, это сортовые. Какого-то этого. А я копаю в болоте. Дёшевые сердито. А это что? А это это с вингела. Астильба вингела. А, ну которая метёлочками. У тебя больше лилия, тьфу, лилия. Кувшинки не зафилит? Нет, вон, видишь, посередине. Это вот то, что на рептилию мы подарили. Вот тот горшочек. Ещё вот белая наперстянка, надо с неё семена собрать. Короче, надо сейчас всё-таки сажать. Это, подожди, Вера подарила нам розовую. А это белая? На рублёвке белую. Ну, пристянка с рублёвки. Это звучит круто. Ох, слушай, ну какие розы, как они здорово. У тебя молочай зацвёл? Какой молочай? А вот это жёлтый. Это лобчатка. Ой, лобчатка? Да. А у меня ещё никаких. как лет солнце. Ну, не будь же яблоню рубить. Ну, там роза, смотри, какая распустилась. Это он тебе почву с шариками эмульчирует. Дитя такое сидит. И кубик завидует. Это жальчик апатия, у меня без кофе на ухо. Слушай, ну розы рядом с клевером смотрятся настолько экзотически. И крапивка на заднем плане. Не, ну громадные. Ну, флоксом здесь не нравится. Либо это какой-то больной флокс, который вон ломается у корней. Видишь, он отломился. И вон он подъели. Нет, вот скорее всего это. Вот это такой букет. Как их нематоды может, а может ещё чёрт. Вот. А гвазик смотри, как долго цветёт. Не, она долго. Так, ну и чего-то прибежала. Сейчас пойдём в пост искать. Смотри, где и что. Чтобы знать, куда не вляпаться. Ну, они далеко от дороги. Да нет, прямо прям. Пойдём. Нет уж. Тогда пойдём, покажешь. Приближаемся к опасному объекту. Ник только что поделился информацией, что в Вязьме продают боровики. Посыпала, так сказать, сольца на рану. По-моему, там дождей было. Ну, уж не знаю. У меня дико тянет в лес, но нам сумашкой завтра потолок надо доделать. Естественно, не без Артёма. вы, 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 ну, иди первая. Не, они вот здесь были. А, вон они есть. Вон. А, нет, это меньше ананаса. Я, конечно, тогда сильно это... Да вот я тоже твое видео всё-таки посмотрела. Пол ананаса. Ну, нормально, как раз, вот как я показывала. Манга. Плод тропических джунглей. Помнишь, у него же обезон? Ну, видишь, они прямо на траве. Угу. Я один раз, в два раза больше видела в орешнике. В орешнике я тоже видела. Ну, прикольно. Там хоть на ветке висело. Ой, бедный кубик. Я... Там что-то никого нет. Да нет, только что всё взлетело. да? У них всё хорошо. Ладно, пускай у нас будет. Ладно, мы тоже пошли. Весь сейчас прибежала буквально в 50 сантиметрах от этого гнезда и колыхнула люпина, на которых она висит. Ну, всё. Кто предупреждён, тот вооружён. Теперь будем знать, куда они соваться. Ох, не знаю, есть ли в поле те травки, которые мне нужны, но будем искать. Ушли довольно далеко в поле, сошли с дороги, с заросшей травой. И вот первый зверобой, который я обнаружила. дам, 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 плачевно. Засуха, земля, как камень, плаги не хватает. Досадно. Ну, возможно, где-нибудь в тенёчке около опушки мне удастся что-нибудь разыскать, когда я отправлюсь в лес. А сейчас травка пожухла. Вот. Всё-таки лобазник ещё попадается в поле. Появили заросли валерьяны. Но эту траву я не собираю. Она меня интересует. А что до лобазника, то запас уже сделан. Какие ещё остались слюпинчики. Ладно. Займёмся сбором ромашки тысячелистника. Уж чего-чего этого по дороге было в изобилии. Где-то здесь, в полях, всё-таки я наверняка обнаружу то, что мне необходимо. Ну, а пока как всегда возьмём то, что доступно. Да, ветерок, не ветерок, а в поле всё-таки пекло. Неудивительно. Ветер и жара действительно превращают землю в настоящий камень. И мне еле-еле удалось дойти практически до опушки набрать ромашки, всё-таки немножко зверобои раздобыть, собрать буквицу. И вот сейчас пора всё это перерабатывать. Вот что значит полдня около дома. во второй половине вырвалось на волю в поля, хотя не очень комфортную температуру. Ну, сейчас быстренько со всем этим закончить и перемещаться в свою мастерскую. Работа стоит, работа не ждёт. И надо продолжать углублять днище вазочки, с которой я вожу суши, по-моему, третий день. И скоро уже переходить к шлифовке. однако всё не так просто. Заглянула наш упочтальон Веруня, привезла маленькую посылочку для Машки, а кроме того, в сумочке придороченной на багажник сокровища. Вот мои сокровища бог знает чем опять занимаются. Как всегда, Манифац попал в Виськины челюсти. Каря обозревает дорогу, а на скамейке лежат ещё три экспоната для Никиного музея. Вот это всё по-моему приспособлено для того, чтобы бельём заниматься. Похоже, терочка у меня есть на веранде. А вот для чего вот это приспособление, так искусно сделанное из древесины, понятия не имеют. Ну что, Карьков, всё это придётся отдавать Ники, как только она появится. Или когда отправим соленый долл, самим утащить. Ну а пока всё-таки надо заниматься цветочками. Вися, где кот? Куда ты его поделала? Так, ну ладно, кот прискочит, а я пойду вязаночки вязать. Не успела убрать корзинку со цветами с стола и положиться в мастерской, так столик снова был востребован. Слушай, а как Розька вообще умудрился уснуть? Я на меня наругалась. Наругалась за что? За то, что она съела весь шоколад. Это та плитка, которую я вчера ему отдала? Да. Решил нехорошее состояние заспать. Кстати, спит уже около полутора часов. Идёт съёмка. господи, господи, ты будешь фотографировать такую груду сокровища? Что-то мало, это я уже отстала. Уже успела? А сколько осталось? Ну вот, чуть-чуть. Дай-ка на твою точку встану. Всё. Я просто вспоминаю, где я прихватила вот эту осиновую корягу. Не знаю. Ведь я давно её приволокла. по-моему, я хотела какую-то штуку для зеркала сделать в качестве обрамления. Я посмотрела те коряги, которые у тебя в дровнике лежат. Я хочу лампу сделать, как я тебе показывала. Я тоже хочу лампу сделать, только совершенно из других коряг. Ой. А вот тут надо ещё ракурс поймать, чтобы лабрадорец светил. У меня в основном в объективе твои волосы светятся. А я как одуванчик. Не толкайся. Одуванчик полевой лекарственный. когда меня фотографируют, у меня реально волосы как одуванчик выглядят. Полупрозрачные, седые. Радуйся. Главное, что они есть. Жалко, что Володька скосил весь этот грёстый ячмень. Только пару плачков осталось. Ох, ладно. Пойду дальше сопать. Получается в фотоаппарате. Ну-ка, сейчас. Ну, ты там в основном получаешь выторожение. Не, ну, красиво. Я сейчас это всё ещё немножко подретусирую. ой, ой, сколько изысков. Да, летний вечер, когда каждый занят своим делом. Кто дрыхнет у меня на кровати от отбинов копорский чай. Это я про Росику. Ох, он всё время, когда перенервничает, заваливается спать. Ну, что ж, наказан был по справедливости. Надо было делать то, что мама говорит, а не своевольничать. Я считаю, что это правильно. Машка занимается своими сокровищами. Я ковыряю деревяшку. Соседи явно что-то готовят на открытом огне около своего дома, судя по думку, которая развивается на другой стороне ручья. Бонька шлундует по участку, собаки отдыхают. Всё идёт своим чередом. Да, много было сделано за этот день. Но, скажем так, он получился достаточно обыденным. Ну, что ж, посмотрим, что будет завтра. А пока всем здоровья и удачи. Всего хорошего. Пока.